мы поехали в больницу смотрите ребенок играет теперь он нашел ведро и вот этим вот ведро носится и играет дети есть дети что собачьи что человече человечащие всем деткам хочется играть у нас тут уже все лужи слушай я вроде вчера до не выходила уже так лужи моря в общем мы сейчас едем на прием потом заедем в ленту возьмем хлебушка и на заморозку еще хотели апельсин взять но я не знаю что у нас в итоге получится да получится благо магазины не закрывают пока ну правильно людям что же нужно кушать люди хоть и запасаются камазами ну я просто по-другому не могу назвать как это все дело труд он сегодня у нас социальной сети вконтакте там в группу видео что показали фотографии с пятерочке место что уже на полках пусто отсутствуют продукты длительным сроком хранения как-то крупы макароны консервы но я не знаю у нас на зоне магазина не планировалось закрывать не остались еще продолжаются дороги у нас есть привести все это возят тему ли вы не самолетами возят машины еще вот это устраивает такое ощущение что карантин на год объявили да не просто на год такое ощущение что во первых его уже объявили а во вторых что нельзя выходить из дома то есть люди вот набирают так чтобы ну прямо в прок вот я понять не могу слушайте объясните если вы знаете напишите вот набирают это для чего боятся что вообще продукты исчезнут боятся что выходить нельзя будет вообще или перестанут производить продукты или кончится вообще еда в стране почему так вот набирают нагребают ну ребят извините меня ну просто камазами ну как по-другому еще сказать лицами же создаете такую вот ситуацию по те кто доделать я не говорю что вы прям вы все создают ажиотаж из-за из-за того что вот так все это махом сметают люди другие думают блин сейчас они все по раскупят мы точно без еды останемся тут покупать моя реакция как знаете снеговик ком снежный он выбирает обороты не сюда я читаю это так что как говорится не стак страшен волк как его малюют в общем я не знаю почему люди решили что надо все прям тащить скупать но у нас и хлеб хочешь ему поедем сейчас купим поедем на заморозку посмотрим там может индейка у них есть рублены но это то дело показывала вам этот магазин снимала что у них там продается а наша опытовая такая база изобилия заморозка в простонародье мы хотим туда заехать взять сразу замороженное ну во первых она дешевле во вторых чтобы вместиться в бюджет и в третьих может быть про запас а то то страшно люди чего происходит в плане все сметаются сметают а вдруг нам не хватит мы так домными то не прям ну вот второй лоточек придется прикупить если допустим ножка гнировой ножки нет макарская хотели возьмем 9 штукашка рачков это но я думаю ну 10 на два раза по качеству приготовить вполне нормально ну да не все сразу готовить а это и я там хочу идти индейку глянуть помните там были бедра и голени индейки они так хорошо спирены на такие медальончики удобно закинуть с картохой и в духовке приготовить поэтому хочу еще глянуть в общем мы с игорем решили туда приехать там на месте посоветовать чтобы про индейку я не узнал только сейчас как а эти не сказал нет чтобы вообще-то говорили снова карачка на карачка уже дейка появилась пятачками в общем любом случае мы покупки согласовываем у нас нет такого чтобы там поехать что-то набрать рост на согласование иногда происходит момент покупки это как но тем не менее все мне игры пресс в лекарню побежала деку ватусе кто понял тот понял все я уже вышла с приема мне еще два деточки еще два направления на анализы завтра чем надо будет кое-какие анализы сдать не буду уже называть такие как я никак поспать не каждое утро куда-то меня гоняют вот так что сдам назначение оставили прежним менять не стали то есть пил антибиотик и пил кодилак для того чтобы улучшить вообще здесь отхождение всего так что вот такие вот дела сейчас едем в ленту надо хлебушку взять народу я бы не сказал что сегодня много как-то но все кашлящие чихающие машин много но в целом то что уже легче это я считаю большой прорыв то что настолько было тяжко что я думала мое состояние никогда не изменится это прям вообще ужас и жесть но так что вот друзья такие делишечки скорее бы выздороветь вылечиться и уже вдохнуть полными здоровыми легкими друзья мы приехали в ленту сушите туалетной бумаги то нет шутки шутками но есть только вот такая вот только такая туалетная бумага есть набережные чумы а все остальное раскуплено и только бумажные полотенце прикиньте не зевы никаких других дня так и до моста советов давайте смотрите по сторонам мы заметили смотрите еще палет нету видите где крупные макароны пустые и тут палеты пустые хорошо хоть пиво не искупают здравствуйте привет привет пиво не закупаетесь вот таких еще маска входит короче сзади меня мощная маска здрасте там в такой прям нормальная маски эх народ народ ну вот с миндалем у нее был ну если она его ест я же не на вроде говорят золотинка мест я считаю на она без рыбьи шоколад рыба да да я тебе припомню смысле а когда рыбку захочу игорь такой игорь сосисок в тесте нету короче зарплату получим сделать сосиски в тесте я прям хочу сосисок в тесте смотрите какие большие шоколадки классный прям как подарочный набор вообще чайные наборы в подарок чай чай вот он вот он вот он вот он ночи юг и вот этот у меня тоже закончился дико урвала чай пока по скидке это у нас еще воды в машине нет какая подешевшая есть почему в ленте нет кубая я так люблю кубай а в ленте его нет может шабринскую взять это смирновская ну давай вот это тогда хоть а вот так вот ну идем на кассу уйдем полки не пустые товары есть но вот то что действительно когда у них наверху палетами все забито там пусто ну как ни крути народ все-таки подразобрал чаёк водичка и хлебский все у нас поблагодарили за покупку и мы пошли в машинку встретили друзей встретили знакомых ну вот сейчас идем картины я бы не сказал что там как-то сильно набирают все в обычном режиме сегодня мы сейчас приехали фикс прайс у нас закончился афере и закончился доместос я помню что здесь эти вещи намного дешевле стоят тут просто машины и я поэтому немножко пытаюсь громче говорить чтобы было меня слышно на улице лужи у нас сейчас плюс 3 такой небольшой какой-то идет снежочек еще ну как даже не только не столько снег сколько дождь наверно вот так вот на улице я смотрю всю эту полочку с кремами и тут как-то ну маловато и тех кремов которые бы не хотелось посмотреть их уже нету есть белизна а вот белизна вот этот неизвестно почем она частин белизна 55 до размер тут литр тут 800 только выгоднее взять вот этих лучше 2 так и берем 55 до белизны еще берем выгоднее контейнеры печенеги тут печенек смотрите конфеток все нормально все стоит я кстати знаете о чем задумалась вот купить себе одну такую штучку для специй надо будет потом наверно заехать как-нибудь а тут даже цены на нее нет они бесценны что ли представляете нет цены в общем не было стоимости вот на эти вот контейнеры на кассе узнала 18 рублей с копейками я взяла для специй если вы зайдете посмотрите видео где игорь готовил булгур он там специи достает они мне до этого лежали в коробочках вообще сейчас из-под обуви такие у меня из-под детской узенькие и как раз две туда хорошо встали но вот это немножко шире поэтому я взяла одну посмотрю как она там встанет возможно вторую возьму пауза посмотрим но за 18 рублей вот это именно то что мне нужно было и немножко даже под цвет кухни хотя бы не такая игорь смеется что скажи нахапала нахапала уже на 18 рублей жмот да зато какая довольная за 18 рублей столько удовольствия мы заехали в аптеку возьмем сейчас еще лекарств мы приехали на октавую базу изобилия и сейчас с игорем прикинем что мы здесь возьмем чем мы будем перекусывать так что ну на ужин что будет так здесь корочка есть есть курочки из голени ну вот смотрите я вот предлагала либо вот такую посмотреть либо вот курицу помнишь я это говорил что вот есть вот такие вот такая индейка типа что голень индейки 1 килограмм 200 рублей мы блинами освободили чуток если и вот так вот раз вот надо подумать вот это вот я не знаю что это за крючка тут костей больше получается да а тут смотри бедра есть но саша есть нормально ну вот смотри есть да есть видишь отдельно ноги например еще вон есть пальцы вообще если бы у нас была коптильня да без проблем я бы и ела и головы там реально головы только я думала просто шеи может не мне не 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 видишь это дождись если чё ха-ха-ха-ха ха-ха-ха-ха вот оперативку можем ног взять пакет вот я думаю взять ног пакет вот давай пока что то наверное мы просто пройдемся посмотрим конечно а вот отдельно куры есть не кур нам не надо курочки есть и такие это может это для супа домашние есть а домашние почем куликовой гриф нет карнишоны ломашню почему у нас на машина а у меня на youtube канал то канал на youtube серьезно вы покажете у вас уже 10 раз показывали так это рада лежит любой посылать из довольники как я так а у тебя по 250 на карантине есть смысл заняться засолкой этой скумбрии порядок лично который там тельяк и фангай а вот это кто вот нарезан это зубатки это зубатка а как ее готовят дараками сейчас интернет можно дорады есть вкусно есть еще у тридц и вот есть личный собственный покупатель они сам приходит много она почему дорадо дорадо что дороже дороги 500 рублей мы как-то запекали с тобой вкусно было но с этой духовке и короче надо это бог вкусно если еще морозилку опустошать и тогда как по себе съесть так а там уже красненькие пошли там вот горбуши муксона а тут муксона по 800 дайте импортный импортный дужи вот парень все такая она там она симпатична это то мы уже наелись так а здесь у вас овощи да вот я тебе говорю что пакет целый шампиньон золотом и тушишь брокколи по они дешевле очень капуста брокколи по 160 рублей ну все короче мы это ясно не надо не пока нет это уже этот компот смешеный все есть компот да а по чем чем это он по 150 да да почему же сварить ну ладно давай тогда при вот еще облепиха неинтересно короче цены на ягодки очень сильно больше ну да ну все короче мы взяли курочка взяли бедра и взяли голени и решили что не будем заниматься сейчас забиванием морозилки а потом просто приедем вот дальше смотрите шашлык уже готовый карантин можете весело проводить время с шашлыком вот цены и кстати говоря сами коптят тоже скумбрию делают тоже здесь все делается так что вот и на следующей неделе заедем за индейкой брокколи рыбой и что-то еще брокколи да а и я компот за компотом главное компот так что друзья поехали мы дальше так друзья в общем мои поели я решила тоже по а там можно любую брать значит перо ролл там постное меню значит пюре картофельная классическая ну конечно картофельная классическая пюре это только у меня когда я делаю по своему рецептику как мне нравится ну как нам нравится ну а вот это сейчас конечно испробуем вот Продолжение следует... Ну все, друзья, всем, кто сейчас завтракает, обедает или ужинает, приятного аппетита! И у меня, в принципе, ужин готов! Пюрешечка! Да-да-да! Субтитры подогнал «Симон»!